Один из наиболее часто задаваемых вопросов, мой айфон работает, даже звонит, но у него черный экран. Что делать? В сегодняшнем видео я покажу три способа решения вашей проблемы. Метод 1. Принудительно перезагрузить айфон. Начинать лучше самого простого варианта. Процедура общая для всех смартфонов, разница лишь в сочетании кнопок в зависимости от модели. Я использую айфон 13, что относится к моделям после айфон 8. Как принудительно перезапустить другие модели я покажу в описании видео. Последовательно быстро нажать и отпустить поочередно, увеличение громкости и уменьшение громкости, затем зажать кнопку выключения до логотипа Apple. Если эти шаги не помогли, вы можете попробовать второй метод без потери данных. Второй способ использовать стандартный ремонт Reboot. Для начала нам нужно подключить телефон к компьютеру. Затем войдите в режим DFU. Это также очень важный шаг для третьего метода. Обязательно сначала подключите телефон к компьютеру. Тенаршер Reboot лучшая программа для ремонта, которая может решить 150 системных проблем iOS. Он даже может решить некоторые ошибки, с которыми не может справиться даже и Чунес. Мы должны выбрать функцию «Стандартный ремонт», в рамках этой функции мы не потеряем данные. Прежде всего, мы должны загрузить последнюю версию прошивки, но вы также можете загрузить другую прошивку, подходящую для вашей модели устройства. Вам нужно только сначала загрузить прошивку и импортировать ее. Конечно, вы также можете скачать его прямо в программе. После загрузки и прошивки программа начинает восстанавливаться автоматически. Процесс ремонта тоже очень быстрый. Вам нужно подождать всего несколько минут, и тогда ваш iPhone будет успешно отремонтирован. Если вам нравится это видео, не забудьте поставить нам лайк и подписаться на наш канал. После завершения ремонта мы сможем получить доступ к нашему iPhone в обычном режиме без потери данных. Метод 3. Используйте Ичунас для ремонта. Если перезапуск не помогает, вы можете использовать Ичунас для ремонта вашего iPhone, хотя это приведет к потере данных, но если у вас есть резервная копия, то это не проблема. Шаг 1. Запустите приложение Ичунас на вашем компьютере. Подключите смартфон к компьютеру через USB кабель для передачи данных. Поскольку вы уже входили в режим DFU раньше, в Ичунас появится всплывающее окно восстановления. Вам просто нужно выполнить шаги, показанные на видео. Затем скачайте последнюю версию прошивки, процесс займет много времени. Затем Ичунас начнет автоматически восстанавливать ваше устройство. В конце видео, если вам все еще нравится метод этого видео, вы можете поставить лайк и подписаться на наш канал. Увидимся в следующем видео.